Первый заместитель главы МИАСа Виктор Бородачев рассказал о запланированных и уже размещенных аукционах. Заместитель главы также сообщил текущую ситуацию касательно замены светильников в рамках энергосервисного контракта. Виктор Бородачев рассказал, что за 13 дней работы установлено 642 светильника. Такие темпы работ администрацию не устраивают. Исполнителю уже была направлена претензия. Исполнитель гарантирует о том, что темп установки светильников будет ежедневный в размере 150 штук. И обязуется согласно срока исполнения до 20 мая своевременно все установить. Виктор Бородачев также предложил еженедельно публиковать на официальном сайте администрации актуальную информацию по этому вопросу, для того, чтобы жители МИАСа понимали, где проходят работы. Претензии к работе подрядчика нашлись и у главы МИАСа. Сейчас у нас на остановке центр замяты ограждения пешеходные. Я так понимаю, они замяты были при производстве монтажных работ вышки. В свою очередь заместитель главы по городскому хозяйству Александр Качев рассказал о том, что на предыдущей неделе начался объезд гарантийных дорог, в рамках которого проводятся проверки дорожного покрытия. В настоящее время готовятся акты, будут направляться претензии. На этой неделе данную работу мы продолжим. Глава МИАСа отметил, что в связи с потеплением на дорогах в скором времени сойдет снег и пора начинать убирать их от пыли. Просьба проработать с подрядчиками по уборке смета за дорог уже на этой неделе, чтобы начинали. И то же самое по тротуару. Мы приобрели специально два трактора, оборудованные щетками. Поэтому нужно прямо расписать график уборки с участием техники. С сегодняшнего дня 33 школы округа уходят на весенние каникулы. В школах номер 14, 15 и 21 каникулы по графику начнутся с 7 апреля. Об этом доложил заместитель главы по социальным вопросам Данила Михеев. По информации Минздрава и Роспотребнадзора Челябинской области, по состоянию на 23 марта, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценится как неэпидемическая. Данила Михеев также добавил, что все ограничительные меры по профилактике респираторных заболеваний на территории МИАСКОГО округа все еще в силе. Это отмена культурно-массовых мероприятий и обработка дезинфицирующими средствами. В свою очередь замглавы по экономическому развитию и инвестициям доложил о том, что на территории МИАСКОГО округа на сегодняшний день наблюдается повышенный спрос на некоторые продовольственные, а также хозяйственные товары. Сергей Сисюнин рассказал, что товары в достаточном количестве находятся на складах крупных ритейлеров. И паники по необходимости запастись чуть большим количеством продуктов у жителей не должно быть.